В Кирхе необычно для православных убранства. Ряды с лавками, белоснежные стены, витражные окна. Напротив входа располагается алтарь с елкой, свечами и столом, на котором лежит священное писание. Сегодня здесь особенная служба – рождественское богослужение. О Симбирской лютеранской общине стало известно еще в конце 18 века. Некоторое время ее деятельность была запрещена. Позже была спроектирована Первая лютеранская кирха имени Святой Марии. Во время Гражданской войны, наряду с другими религиозными сооружениями города, культовая постройка прекратила свою деятельность. В 1991 году здание кирхи вновь возвратили лютеранской общине. В рождественское богослужение поется больше песен. И многие песни, я думаю, хорошо всем знакомы, потому что перед Рождеством, даже сейчас в России, эти песни звучат в магазинах, звучат по радио. Обязательно, чаще всего, если есть такая возможность, есть сценка, через которую тоже участники этой сценки свидетельствуют о тех событиях, которые тогда произошли в Вифлееме. Еще одна добрая старая традиция прихожан кирхи – дарить подарки. Община помогает ребятам из Ивановского детского дома. Лютеранские семьи исполняют желания мальчишек и девчонок, чтобы Рождество и Новый год стали настоящей сказкой. Мы просто посмотрели и выбрали двух детей и купили те подарки, которые они просили. Они, дети, до этого уже написали, что они хотели бы. И мы для них подготовили. Ну и плюс добавили от нас что-то с сюрпризиком, чтобы для них было интересно, весело, вкусненько. Ну и подписали открытку. Это то же самое главное в этом подарке – открытка со словами, с добрыми. Корзину с подарками принес и глава региона. Сергей Морозов поздравил прихожан с Рождеством и поблагодарил за многочисленные добрые дела. В этом году при активном участии отца Владимировна на нашей многоконфессиональной межнациональной земле впервые проводится уникальное мероприятие – межконфессиональный рождественский фестиваль. Региональный власть рада помочь вам в проведении этого важнейшего культурного события. Искренне надеемся, что его проведение на нашей земле станет хорошей и доброй традицией. Подарки и слова поздравления с Рождеством Христовым от губернатора в этот день также получили прихожане католической общины. «Хочу пожелать вам одного, чтобы вы были добрые. Хочу пожелать вам одного, чтобы каждый из вас видел друг друга и забросил себя». Сейчас в Ульяновске действует только один римско-католический приход – воздвижение Святого Креста. Все службы проходят в приходском доме по улице Зои Космедемьянской. Сама история прихода началась в Симбирске еще в 1817 году. Бенаталья Улова, Юрий Ломатов, Новости Уллправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова